Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про самые популярные картины русского художника Виктора Воснецова. Начнём с первой под названием «Богатыри», и выглядит она вот так. Итак, картина Виктора Воснецова «Богатыри» по праву считается настоящим народным шедевром и символом отечественного искусства. Создавалась картина во второй половине XIX века, когда среди русских художников была очень популярна тема народной культуры, русского фольклора. Для многих художников это увеличение оказалось кратковременным. Но у Воснецова народная фольклорная тематика стала основой всего творчества. На картине «Богатыри» изображены три русских богатырян. Илья Муромец, Добрыни Никитич и Алёша Попович – знаменитые герои народных былин. Исполинские фигуры богатырей и их коней, расположенные на переднем плане картины, символизируют силу и мощь русского народа. Этому впечатлению способствуют и внушительные размеры картины – целых 295 на 446 сантиметров. Над созданием этой картины художник работал почти 30 лет. Готовая картина была куплена Третьяковым. И до сих пор она украшает Государственную Третьяковскую галерею в Москве. В центре картины изображен Илья Муромец – народный любимец, герой русских былин. Совсем не всем известно, что Илья Муромец – не сказочный персонаж, а реальное историческое лицо. История его жизни и ратных подвигов – это все реальные события. Впоследствии, закончив свои труды по охране Родины, он стал монахом Киево-Печерского монастыря. Илья Муромец был причислен к лику святых. Воснецов эти факты, конечно же, знал, создавая образ Ильи Муромца. «Матер человек Илья Муромец», – говорит Былина. А на картине Воснецова мы видим могучего воина и притом бесхитростного открытого человека. В нем сочетаются исполинская сила и великодушие. «А конь под Ильей – лютый зверь», – продолжает сказание. Мощная фигура коня, изображенного на картине с массивной металлической цепью вместо пряжки, свидетельствует об этом. Добрыня Никитич по народным преданиям был очень образованным и мужественным человеком. С его личностью связано много чудес. Например, заговоренная броня на его плечах. Волшебный меч-кладенец. Добрыня изображен таким, как и в Балинах – величавым, с тонкими благородными чертами лица, подчеркивающими его культурность, образованность. Решительно вынимающий меч из ножен с готовностью бросится в бой, защищая свою родину. Алёша Попович по сравнению с товарищами молод и стройен. Он изображен с луком и стрелами в руках, но прикрепленные к седлу гусли свидетельствуют о том, что он не только бесстрашный воин, но и гусляр – песенник-весельчак. В картине много таких деталей, которые характеризуют образы её персонажей. Теперь поговорим про картину под названием «Алёнушка». Выглядит она вот так. «Алёнушка» – печальная девочка у пруда. Одна из самых любимых всеми картин Воснецова. Художник очень удачно использует сказочный сюжет, чтобы раскрыть сложный и неоднозначный русский характер. Грусть девочки очень взрослая. Печаль в её глазах граничит с отчаянием. Неубранные рыжие волосы, тёмные глаза, нежно-алые губы формируют легко читаемый образ ребёнка с трудной судьбой. В «Алёнушке» совсем нет ничего сказочного, фантастического. Собственно, вся сказочность сюжета подчёркнута лишь одной деталью – группой ласточек, сидящих над головой героини. Этим символом, как известно, ласточки символизируют надежду. Художник уравновешивает полный тоски образ героини, даёт надежду на счастливый финал старой русской сказки. Воснецов наполнил фоновый пейзаж атмосферой тишины и грусти. Отлично удались художнику водная гладь пруда, камыши, осока, ели. Всё неподвижно, тихо, спокойно. Тёмные зелёные тона пейзажа контрастируют с румянцем на лице героини, а осенняя грусть с яркими цветами на юбке Алёнушки. Зритель чувствует ещё мгновение, и сказка продолжится. И обсудим последнюю на сегодня картину под названием «Иван-Царевич на сером волке». Имеет она вот такой внешний вид. Картина Воснецова. Иван-Царевич на сером волке – несомненно самое сказочное произведение русского изобразительного искусства. В основе сюжета захватывающая народная сказка. Царевич с похищенной Селеной Прекрасной убегают от погони на сером волке. Тревожно всматривается Царевич в дремучий лес. Уверенно и крепко держит он Елену. Похищенная же полностью покорилась своей несчастной судьбе. Прижавшись к своему похитителю, она старается не смотреть вокруг, напуганная самим похищением лесом волком. Волк вызывает особый интерес у зрителя. У него особенные глаза человеческие. Перед нами оборотень или волколак, как его называли славяне. Однако нет в его облике ничего кровожадного или дикого. Его образ полон преданности, отваги и самопожертвования. Быстро летит серый волк по лесу. Если внимательно приглядеться, то видно, что вся группа героев словно парит над лесным болотом, окруженным дремучим и зловещим лесом. Оживляют окружающий пейзаж болотные лилии и цветущая яблоня. Откуда взялась яблоня возле лесного болота? Эта деталь отсылает зрителя к сюжету сказки, в которой именно с яблони, приносящей золотые яблоки, всё и началось. Ну вот и подходит к концу это видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И напоминаю, что оно было сделано специально для сайта post.su. Всем пока!